Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Друзья, привет. Здравствуйте. Привет, друзья. Настало время подвести итоги апреля в русскоязычном политическом сегменте ютуба. Представляю вам очередной топ-20, в котором будут и новые каналы. Отдельно поговорим про фильм «Предатели ФБК» и оценим его успехи на ютубе. Поехали. Простите, я немного простыл, так что говорю в нос, хриплю, не обращайте внимания. 20 место. The Breakfast Show Александра Плющева. Канал опустился на три строчки по сравнению с предыдущим месяцем и набрал почти 15 миллионов просмотров. Новым зрителям поясню, что мы считаем количество просмотров длинных видео и стримов, а просмотры шортсов делим на 10. И учитываем только то, что вышло за последние пару месяцев. Так получается итоговая цифра. Самым популярным видео на канале The Breakfast Show стало видео, как беспилотники смогли долететь до Татарстана. 657 тысяч просмотров. Ну, если летает на 1200 километров, ну, в общем, это означает серьезный прогресс для беспилотников, которые производятся в Украине. 19 место. Новичок нашего рейтинга канал New Sader. Это канал с ежедневными обзорами новостей, преимущественно военных, которые делает журналист Александр Кушнарь. В описании канала неиронично сказано, что это независимое информационно-аналитическое издание, стоящее на страже либерального миропорядка. Позиция автора в военном конфликте сразу понятна по флагу Украины в кадре. У канала более 700 тысяч подписчиков. За месяц он собрал почти 15 миллионов просмотров. А самым популярным видео этого месяца стал ролик в ВСУ затрофеили рэп-танк, разгромив огромную колонну под тернами. 334 тысячи просмотров. Не сомневаюсь, что выживших вот в этом конкретном бою впоследствии бросит ровно на точно такой же штурм, точно таким же образом облепив их телами соответствующий танк или БМП. 18 место «Живой гвоздь». Минус две позиции в рейтинге за последний месяц. И чуть более 16 миллионов просмотров в сумме. Самая популярная видеомесяц – это очередная беседа с Валерием Соловьем про возвращение Пригожина, как говорится в заголовке, и теракт в Крокусе. 743 тысячи просмотров. Большая часть вопросов касается судьбы Владимира Владимировича Путина. Где же он там сейчас лежит, стоит? По-прежнему тело в морозильнике его в Алдайской резиденции. Его месяц назад вывозили, предполагали сжечь, но потом передумали. 17 место – редакция Алексея Пивоварова. Лишившись рекламных денег из-за драконовского российского закона, канал постепенно опускается в наши двадцатки. В минувшем месяце они получили лишь 18 миллионов просмотров, опустились на 6 строчек. А их самое популярное видео называется «Как и чем живет Казахстан?» Ближайший и самый большой сосед России. 2 миллиона 800 тысяч просмотров. Пожалуй, апогеем культа личности Назарбаева стало переименование Астаны в Нурсултан. С таким предложением в 2019-м выступил преемник Назарбаева Касым Жамарт Токаев. 16 место. В двадцатку возвращается канал «Шарф» с ехидными комментариями текущих новостей. У него более 18,5 миллионов просмотров. А самое популярное видео называется «В Госдуме отрезвили царя». Все, хватит, пора все завершить. Почти 1 миллион просмотров. Зато Мишустин с зарплатой больше миллиона рублей в месяц заявил Зюганову, у которого зарплата больше 600 тысяч рублей в месяц. И это только официальные цифры. Что средняя зарплата по России сегодня 73 тысячи рублей. 15 место. Кремлевские пропагандисты из «Комсомольской правды» рухнули на 12 позиций, что не может не радовать. Но все же канал получил более 19 миллионов просмотров. Самое популярное видео «Комсомолки» называется «Террористы из Крокуса проведут всю жизнь в гробу». 1,7 миллиона просмотров. 14 место. Канал «Вот так». Независимое белорусское телевидение, которое больше ориентировано на российскую аудиторию. Они собрали в апреле почти 23 миллиона просмотров. Самое популярное видео – выпуск новостей, посвященный наводнению в Орске. 741 тысяча просмотров. Наводнение на Урале. В российском Орске вода прорвала уже вторую дамбу. Затоплен центр города. Остановил свою работу нефтеперерабатывающий завод. А в Казахстане чрезвычайная ситуация объявлена в 10 регионах. 13 место. Радио «Свобода». Более 23 миллионов просмотров. Американская русскоязычная СМИ за месяц поднялась на 5 строчек. Их самое популярное видео – это трансляция под названием «Меликов ответил Кадырову. Новый конфликт на границе Дагестана и Чечни». Алихан Цакаев – односельчанин главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Тот назвал задержание пьяного дорогого брата постыдной провокацией. 12 место. Максим Кац. Обычно Кац у нас в первой десятке или даже в пятерке. Но в этот раз опустился аж на 7 строчек по сравнению с предыдущим месяцем. Это серьезное падение. У Каца 23,4 миллиона просмотров. Самое популярное видео о том, как может закончиться война. 1 миллион 200 тысяч просмотров. Должна же война когда-то закончиться? Что-то же Путина остановит? Я даже не буду браться за вопрос, когда на него нет ответа. А любые прогнозы – это ложная надежда. Но о том, почему все может резко измениться, порассуждать вполне можно. 11 место. Еще одни белорусы из Нехталайф. Тоже минус 5 строчек за месяц. 23 миллиона 700 тысяч просмотров. Самое популярное видео называется «Побег Шойгу из РФ». У него 922 тысячи просмотров. В Министерстве обороны России он курировал строительство. Это, понятно, самая денежная сфера. А еще Тимур Иванов вел роскошный образ жизни. Смотрите, какая красота. Ни в чем себе не отказывал. А с другой стороны, ну чего отказывать, если ты носишь негласное прозвище «Кошелек Шойгу». Сейчас перейдем к первой десятке, но сначала хочу сказать слова благодарности. Во-первых, моим патронам. На Бусте, Патреоне, спонсорам на Ютьюбе, благодаря которым существует мой канал, и в том числе благодаря которым выходят эти ежемесячные рейтинги. Патронам, к слову, доступна полная версия рейтинга на 160 каналов. Это такая большая таблица со множеством данных, с динамикой, со ссылками на самые популярные ролики. Для патронов есть и другой эксклюзивный контент. Например, мои ответы на острые вопросы, которые задают подписчики. Вы можете присоединиться на Патреоне или на Бусте, или нажать кнопочку «Стать спонсором» на Ютьюбе, ну или пройти по ссылке в описании этого видео. Вторая благодарность одному из моих подписчиков, Евгению, который создал автоматическую систему подсчета и мониторинга данных Ютьюб-каналов. Благодаря ему у нас появился уникальный инструмент, который позволяет отдельно считать данные длинных видео, отдельно шорцев и собирать много другой интересной информации. Если тоже хотите сказать спасибо Евгению, то нажмите лайк под этим видео и переходим к первой десятке. Десятое место. «Обманутый россиянин». Еще один канал в жанре авторского комментирования новостей. Его отличает незамысловатое техническое исполнение, но аудитория у россиянина неизменно большая. В прошлом месяце он собрал почти 24 миллиона просмотров и поднялся на три строчки вверх. Самое популярное видео называется «Вы эти 20 тысяч себе в... в жопу, наверное, не знаю, в жопу засуньте». Жители Оренбурга вышли на улицы. 1,8 миллиона просмотров. Путин, помоги! Путин услышал. Путин поможет. Дамам штрафами за участие в митинге, а джентльменам повесткой. Девятое место. Анатолий Шарий. Украинский блогер с пророссийской позиции получил более 25 миллионов просмотров и поднялся на пять строчек вверх. Самое популярное его видео – «Коллапс близок». 1,3 миллиона просмотров. Не проходит ни одного дня без того, чтобы кто-то из западных партнеров не начал очередные рассказывать пророчества по поводу близкого и ужасного конца государства Украина. Восьмое место. Deutsche Welle на русском. Более 25 миллионов просмотров и плюс три строчки вверх. Самое популярное видео на русскоязычном немецком канале называется «Дубай после наводнения», что происходит с планетой. 1,7 миллиона просмотров. Главное средство передвижения для местных жителей теперь – лодки. «Дубай» оправляется от рекордного за 75 лет затопления. До нормальной жизни еще далеко. Седьмое место. Настоящее время. 25 миллионов 300 тысяч просмотров. Плюс три строчки вверх. И в том числе выстрелило видео про атаку Ирана на Израиль. 1,3 миллиона просмотров. В результате атаки Ирана пострадал ребенок. Десятилетняя девочка получила ранение из-за падения обломков сбитого иранского дрона. Это произошло на юге Израиля, в поселении Бедуинов неподалеку от города Арат. Шестое место. Илья Варламов, который поднялся на три строчки вверх. У него 25 миллионов 800 тысяч просмотров. Самое популярное видео про наводнение в Орске. 2,7 миллиона просмотров. Так в середине недели выглядел район Орска, который местные называют «старый город». Именно он первым пострадал от потопа в Оренбургской области. Кстати, канал Ильи перевалил за 5 миллионов подписчиков. Это очень мощно. Поздравляю. Пятое место. Антон Хардин, чей канал опустился на одну строчку вниз. И у Антона, который тоже работает в жанре ехидных комментариев новостей, было более 27,5 миллионов просмотров. Самое популярное видео называется «Это нужно видеть». Сегодня показали по всем каналам. Вот какой план был у людей из зала. Это про теракт в Крокусе. 1,7 миллиона просмотров. Деньги по 1 миллион рублей. В Киев ехали. За миллионом рублей. А потом в обменник. На гривны менять. Ранее было озвучено, что там были сообщники, которые переводили крипту. А теперь оказывается, что нужно было прям в Киев ехать. Видимо, наличку получить в руки лично. Четвертое место. Майкл Наки, который поднялся на 4 строчки вверх и собрал почти 35 миллионов просмотров. Самое популярное видео Майкла заглавлено «Смертельная болезнь Кадырова и хаос в Чечне», к чему приведет скорая смерть главы республики. Видео основано на материале новой газеты Европа и собрало более 2 миллионов просмотров. Мы видим его с буквально медицинскими изменениями и видим, как сильно пресс-служба Кадырова пытается сделать вид, что эти слухи не имеют под собой основания. На третьем месте рейтинга у нас оказалась популярная политика. Она поднялась сразу на 4 строчки вверх 36 миллионов просмотров за месяц. Самое популярное видео арестован дом Путина во Франции. 1,9 миллиона просмотров. Вилла записана на Артура Очередного, нового спутника Людмилы Путиной. Она была конфискована во Франции 6 декабря 2023 года. Второе место. Как и в прошлом месяце, на этой позиции у нас Ходорковский лайф. 43 миллиона просмотров. Их самое популярное видео, это шоу «Можем объяснить», выпуск которого собрал 1,9 миллиона просмотров. Название этого выпуска – «Ночная жизнь Кремля», «Дворцовый эскорт» и «Тайные вечеринки элиты». Они страшные гидомисты, любят красивую жизнь, вкусно, любят сочных женщин, большой грудью, люксово выглядящих, шикарную одежду, любят яхты. Первое место. И снова это телеканал «Дождь». 68 миллионов просмотров за месяц. Самое популярное видеоинтервью Леонида Парфенова, который нечасто разговаривает с коллегами, но для Михаила Козырева сделал исключение. И это видео собрало почти 3,5 миллиона просмотров. Все мы виноваты, так вот оно навернулось. Происходит какой-то неконтролируемый триумф зла. Вот такие результаты. Общее число просмотров у всех снизилось. Видимо, дело в отсутствии очень громких новостей в минувшем месяце. И тут вы скажете, Дмитрий, стоп, а где же главный блокбастер месяца? Сериал ФБК про 90-е, который называется «Предатели». Неужели эта работа никак не нашла отражения в рейтинге? Ну, напомню, что эти видео вышли на канале Алексея Навального, а не на популярной политике. По сумме просмотров старый канал Навального за месяц получил всего 8 миллионов 400 тысяч просмотров и занял 35-ю строчку. Так что в рейтинг в 20-ку не попал. Но, безусловно, «Предатели» при этом стали главным событием месяца на русскоязычном ютубе. И про них нельзя не сказать. На момент записи этого видео первую серию сериала посмотрели 5 миллионов 700 тысяч раз. Вторую – 3 миллиона 100 тысяч раз. Третью – 2 миллиона 300 тысяч раз. Но, судя по динамике, третья как раз может стать самой популярной. Если смотреть на все видео всех 160 каналов нашего рейтинга, то в апреле первая серия «Предателей» стала самым популярным видео вообще. И еще важнее, что вокруг этого фильма образовалась большая общественная дискуссия. О нем спорят. Многим он нравится, многим не нравится. Кто-то просто вспоминает 90-е. Это подтолкнуло рефлексию по поводу этого периода. И если вам интересно мое мнение об этом фильме, то в описании вот этого ролика есть ссылка на соответствующий пост в Телеграме. Можете прочитать и подписаться на Телеграм-канал, если вам будет интересно. Эта ситуация, когда на канале вышло по-настоящему важное видео, но в рейтинг канал не попал, навело меня на мысль, что надо дополнить наш рейтинг еще упоминанием популярных видео тех каналов, которые по сумме просмотров не попадают в двадцатку. Так и будем делать. И в таком случае в этом месяце нужно еще назвать Юрия Дудя, чье интервью с комиком Андреем Айропетовым посмотрели 4 миллиона 200 тысяч раз. Вот теперь все. Пишите в комментариях, что думаете по поводу рейтинга. Подписывайтесь на Бусти и на Патреоне. Ставьте лайк этому видео. И смотрите ваши любимые YouTube-каналы. Пока.